В эфире новости в студии Оксана Устинова. Сегодня в этом выпуске. На большой пресс-конференции президента России были затронуты не только вопросы политического, экономического и социального характера, но и острые резонансные темы. В республике на следующей неделе официально запустят цифровое теле- и радиовещание. Кузнец из Хангаласского улуса стал первым якутиянином, вступившим в гильдию мастеров-оружейников России. Накануне прошло главное медиа-событие года – большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На ежегодной встрече с главой государства побывала и наша съемочная группа. 13-я по счету пресс-конференция Владимира Путина отличилась рекордным количеством представителей российских и зарубежных СМИ. Всего было аккредитовано на встречу с главой государства 1640 человек. Все вопросы политического, экономического и социального характера так или иначе касались будущего России. Были затронуты и острые, резонансные темы. Боится ли власть честной конкуренции на выборах, о ситуации вокруг Международного Олимпийского комитета, о перспективах развития отношений с Украиной и другие темы. К сожалению, якутским журналистам не предоставилась возможность задать свои вопросы. Ну вообще, конечно, эмоции выше крыши, потому что такой накал страстей. Всем хотелось что-то задать, что-то спросить. И даже просто побывать на таком мероприятии, мне кажется, это дорогого стоит. Мы сегодня видели большое количество журналистов, всех хотели задать. Вопросы, к сожалению, у нас не получилось задать, но я думаю, что в следующий раз получится. Очень много известных журналистов, я рад видеть своих коллег. Ну и я очень рад, что здесь побывал. На пресс-конференции Владимира Владимировича уже в третий раз. И я, кстати, смотрю, с каждым разом тактика, так скажем, проведения пресс-конференции меняется. Вот в этот раз я обратил внимание, что почти полтора часа не было ни одного вопроса от иностранных журналистов. В предыдущие разы, как раз наоборот, практически с них начинались вопросы. По окончанию пресс-конференции мне удалось получить автограф Владимира Владимировича. Да, я скажу сам и здесь. Да. Вот. Ну, теперь будем думать, что с ним делать. Пресс-конференция президента страны длилась 3 часа 45 минут. Владимиру Путина было задано более 60 вопросов. Татьяна Черемкина, Олег Ежилкин, НВК Саха, Москва. Совет Федерации сегодня на пленарном заседании рассмотрит вопрос о дате выборов президента. Напомним, президентские выборы в России в 2018 году запланированы на 18 марта. В соответствии с Конституцией выборы главы государства назначает Совет Федерации. Это решение должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Накануне глава Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что ЦИК будет направлять жалобы в администрацию президента страны на глав регионов и их заместителей, если они будут препятствовать ходу избирательной кампании. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня в режиме видеоконференции из Москвы примет участие в открытии двух предприятий в Хабаровском крае и запуске строительства обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в Якутии. Об этом передает ТАСС. Обогатительная фабрика «Инаглинская-2» войдет в горно-обогатительный комплекс «Инаглинской» компании «Колмар». Этот комплекс отрабатывает запасы чульмаканского каменно-угольного месторождения. Кроме участия в видеоконференции, председатель правительства по видеомосту проведет встречу с гражданами, участниками программы «Дальневосточный гектар». В Совете Федерации прошли Дни Якутии. В связи с этим событием была оформлена большая выставка, специально привезенная из республики. В нем принял участие глава региона Егор Борисов. А сегодня главным мероприятием станет торжественная церемония открытия Дней Якутии в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспо» на Красной Пресне. Здесь начнет свою работу выставка «Тепло. Вечной мерзлоты». Организаторы ожидают большое количество посетителей. Этому поспособствует и другое важное событие – Дни Дальнего Востока в Москве. В Москве также стартовал заключительный этап всероссийского конкурса ораторского мастерства «Мой русский язык». Его посвятили столетию со дня рождения якутского поэта Семена Данилова. Конкурс проходит в три этапа среди учащихся восьмых и девятых классов сельских школ. Первые два прошли дистанционно. Заключительный этап проводится в столице страны. Самую крупную делегацию участников представила Якутия. Это школьники из Мегина-Кангаласского, Нюрбинского, Усть-Алтанского и Жиганского районов. Они презентовали свой регион и визитку, куда вошли и доклады. Результаты и итоги станут известны сегодня. Мы со своим другом будем рассказывать доклад про нашу детскую общественную организацию Нюрба-РЛ. Мы очень надеемся победить, потому что прошли очень большой конкурс. Я очень рада здесь оказаться. Я, честно говоря, не верила, когда сказали, что я поеду в Москву. Но это так неожиданно. Я буду рассказывать о профориентационной работе нашего педагогического отряда «Креленные мечтой». Как работаем, по каким направлениям. Также будем выступать тоже по этому поединому детскому движению, представлять наш вуз. Надо делать такие мероприятия, так как будет больше детей, которые будут ораторами, и Россия будет развиваться еще дальше. Цифровое теле- и радиовещание пришло практически во все населенные пункты республики. Сегодня они работают в тестовом режиме. Но уже 20 декабря цифру официально запустят для всех подключенных улусов. На сегодня высококачественный сигнал получают жители 390 населенных пунктов. Это 97% всей республики. Как начинали переводить Якутию на цифру и как она зарекомендовала себя в самых разных уголках крупнейшего региона страны, расскажет Серглана Захарова. Цифровое теле- и радиовещание уже не будущее, а вполне себе настоящие информационных технологий. Впервые в мире о нем задумались в Америке еще в конце 80-х годов. Однако, при готовом к подключению оборудования, остановились в пользу поставщиков услуг, которые передавали сигнал наземными путями. Но спустя несколько лет к идее о высококачественном телевидении и радио вернулись. Одно из первых в 1998 году подключилось к цифре в Великобритании, а следом и России. В Якутию первый мультиплекс пришел в 2012 году. И одними из первых его увидели жители Крайнего Севера. Летом это, естественно, еще и бесплатно. То есть в экономии в год. Вот у нас есть свое кабельное телевидение, но платное. И здесь цифровые радиовещательные каналы у нас получается на семью. Экономия где-то, если один телевизор, то 3600 рублей, а если два телевизора, то еще больше. Преимущество не только в плане экономии семейного бюджета, но и качество сигнала, на которое не влияют даже капризы природы Северного края. Сегодня первый пакет из 10 бесплатных каналов могут смотреть в 390 населенных пунктах республики. Это 97% всех жителей. Кроме того, такие города, как Нейрингри, Мирный и Якутск имеют доступ уже к 20 телевизионным каналам. Отмечу, что в столицу первый мультиплекс пришел в 2015 году. Во время запуска очередного мультиплекса в Хангаласском районе этой осенью заместитель генерального директора российской телевизионной и радиовещательной сети Олег Адамов высоко оценил проведенную работу в республике. Для того, чтобы здесь начинать работу, здесь необходимо было сначала иметь опыт, потому что даже проектирование на территории Якутии, то, как я сейчас столкнулся, это тоже своего рода такая серьезная и специфичная задача. Отмечу, что только за этот год высококачественный сигнал начали получать 234 населенных пункта республики, а это больше 100 построенных станций, в том числе и в труднодоступных районах. Совсем недавно сигнал пришел и в Олег, Минск, несложные манипуляции, и на экране появились цифровые каналы. В ноябре месяце только до Парай, с Чапаева, в конце сентября или начало октября где-то уже тоже вещание есть в цифровом телевизии. На сегодня подключили Олег, Минск, теперь здесь цифровое вещание присутствует. Пока в бесплатный пакет входят только федеральные каналы, но в будущем в республике планируют запустить и свой региональный контент. Для этого сейчас ведут переговоры с федеральными органами, которые должны принять нормативные акты по переходу каналов с частот аналогового вещания на цифровое. Мы уже сегодня технологически готовы к переходу. Предстоит после получения разрешительных документов определенная технологическая модернизация, и мы будем готовы формировать уже свой собственный пакет. Официальный запуск цифрового теле- и радиовещания намечается на 20 декабря, и с этого дня можно будет считать, что республика стала еще одним регионом страны, которая полностью перешла на цифру. Но на этом еще не все. В следующем году пакет бесплатных каналов для всех жителей республики должен расшириться до 20 единиц. Саргалана Захарова совместно с Олегминским и Булунским филиалами НВК Саха, Якутск. Кузнец из Хангаласского улуса стал первым якутянином, вступившим в гильдию мастеров-оружейников России. Это общественная организация, объединяющая художников и мастеров, участвующих в создании авторского художественного оружия. Расскажет Виолетта Засимова. О том, что он стал членом гильдии мастеров-оружейников России, Александр Данилов узнал во время недавней поездки в Москву на выставку клинкового оружия «Арсенал». Там он вместе со своим земляком, Косторезом Олегом Соловьевым, представил композицию под названием «Индигирка». Совместная работа. Работу делали мы Олег Соловьев, Петров Сергей, бивень мамонта, рок-лоси и клинок булатная сталь из нашей руды, из Хангаласской. Вступить в гильдию мастеров-оружейников можно лишь по рекомендации двух других членов этой организации. К счастью, 20-летний опыт в кузнечном деле обеспечил Александра Данилова не только постоянными клиентами и благодарными учениками, но и друзьями, другими мастерами авторского художественного оружия, которые помогли сделать так, чтобы якутский кузнец был избран в немногочисленную гильдию. Я очень хорошо знакома с его работой. Я не раз бывала в кузне Александра Данилова, где постоянно тоже работают, оттачивают свои мастерства и наши молодые кузнецы хангаласского улуса. И то, что очень приятно, и то, что вот, как бы скажем, конек, да, это его, это то, что он на уровне современности перенес и старинные традиции. Вот, именно выплавка руды, именно по старинным технологиям. Членство в гильдии мастеров-оружейников России – это возможность профессионально, духовно и культурно развиваться. Организация неоднократно проводила научные стажировки и учебные занятия для своих мастеров в фондах и экспозициях музеев Московского Кремля и Государственного исторического музея. В 2020 году пройдет большая выставка с участием всех членов гильдии, которая проводится раз в четыре года, и на которые уже приглашен якутянин Александр Данилов. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Ангалас Киулус. Смотрите сегодня вечером в нашем выпуске. В селе Марха Лёкминского района открылась начальная школа-детский сад. Событие долгожданное для всех жителей, поскольку старое здание давно обветшало. Репортаж нашего корреспондента. Ученые Якутии запатентовали новый способ получения пищевой и руднокостной муки. Она может быть использована для профилактики от теопороза. Вводится новая форма оплаты и выполнение счета транспортных карт в Якутске. Подробности в сюжете Геркуляны Яковлевой. О развитии событий вы узнаете в наших следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова